здравствуйте друзья наконец-то мы с александром курашовым встретились вот он сидит передо мной улыбается обаятельный парень да ладно вот я понял по разговору понимающий грамотный вот не зря приехал сейчас с удовольствием общаемся первый вопрос саш будет ли интересно американскому охотнику охота в россии с луком либо арбалетом безусловно будет уже интересно то есть я на каждый год езжу на выставку ата и как только люди узнают слышат акцент говорят ты откуда и смотрят на мой бэджик бэджик да на имя и говорю из россии один раз я вообще ходил у меня какой-то стикер был наклейка с русским флагом я прям налепил сразу все смотрят сейчас уже нет такого как в советские времена были когда там ну да да сейчас как-то уже совсем по-другому стали к русским относиться гораздо более положительно даже с любопытством что там как начинаю говорить говорю из россии все таки а потом бывает всяко некоторые даже спрашивают сразу говорят ты уж меня извини на я даже не представляю что там у вас за животные расскажи нам интересно другие говорят о я там слышал вас там на камчатке ого то есть уже люди знают уже интересно камчатка известный край на габаритом то есть интересует безусловно интересует особенно если у меня один прям вот хороший такой уже знаком познакомились тоже в инстаграме потом познакомились лично до сих пор общаемся с телефоном менялись делимся опытом постоянно он охотится на вопите то есть это огромный и вот позапрошлым году мы с ним тоже встретились опять пьем кофе и он кофе не пьет я пью кофе он вот пьет и он такой когда он попытался изюбрь произнести до изюбрь когда поедем с тобой на изюбрь я не понял что сказал как произнес это так что непонятно для него это совсем такое незнакомое слово не каждый русский твой говорит да тут американец я такой все как куда ты собрался на кого и он такой начинает показывать все потом говорит ну вопите только 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 ваш я говорю изюбрь он такой опять пытается провести в общем ответь вот мой длинный вопрос короткий в ответ короткий короткая версия ответа я понял интерес есть это замечательно замечательно ну обмен опытом и в любом случае надо дружить как у нас говорят в известном фильме предлагают дружить не семьями но и домами вот хотя бы через охоту кстати тоже вот у меня общаюсь приезжая когда в тамбов народе ну или соцсетях в контакте общаясь с русскими охотниками они говорят ну чё там какие там американцы из себя охотники какие не я говорю вот знаете прям вот я могу в тамбов приехать с братом пойдем на ход куда-то в область или здесь я приеду в какой-то штат вест-вирджинии там с местными пойдем там я вот я себя чувствую одинаково ты как будто бы я окружен если на секунду абстрагируется от языка такие же люди абсолютно кстати насчет соблюдения правил охоты как там народ вот так положа руку на сердце тоже всякое бывает я стараюсь я вообще как лучник охотник как боу-хантер больше как одиночка поэтому я редко в коллективе хочется но все но иногда бывает что ну как минимум раз в году я нахожу себя в такой ситуации когда там пять человек и больше собираются и потом ну как проводить несколько дней вместе вижу всякое плане бывает и люди которые прям блюдут а бывают те которые выпить могут и всякое такое хорошо взгляд с другой стороны насколько тщательно и строго следят с другой стороны контролирую контролирующие органы за охотой следят строго потому что потому что тут что понять нужно как бы я считаю нужно такими термин озвучить и дать ему своего рода определение есть такое понятие как североамериканская модель сохранения диких животных то есть такое долго длинное слово такое словосочетание североамериканская модель сохранения диких животных модель как принцип действия некой некой системы так вот основана эта модель и как отсеченность себя представляет она представляет по сути модель состоит вся система состоит из нескольких игроков несколько звеней несколько шестеренок в системе если одну из одного из этих игроков убрать вся модель рухнет сейчас постараюсь перечислить всех игроков участников охотники в первую очередь нет охотники вторично дикие животные первую очередь сохранять потом охотники следом идут ученые биологи и потом идут блюстители но представители власти то есть ренджеры называют можно еще сюда как еще один игрок как власть но власть все что по сути делать это распределяет финансирование вот и опять же вернемся к охотникам например охотники это источник финансирования они покупают лицензии деньги распределяются между биологами и ренджерами ренджеры следят чтобы не было воровства а браконьерство это воровство но в рамках этой системы как минимум то есть если вдруг кто-то начнет браконьерить и изымать объекты охоты ресурс природный не плат не покупая лицензию то он у системы ворует денег ну да то не будет денег чтобы оплатить работу ученым биологом или и или ренджером если у биологов нет денег и они не работают то мы не знаем каковы тренды в развитии популяции увеличения унижения мы не знаем сколько на следующий год лицензии можно выдавать мы не знаем какие сезоны сроки адекватные здоровые животные сколько их растет да да какое количество путевок выдать совершенно верно если нет такой научно обоснованной информации то от балды скажем столько-то оказывается что надо было два раза меньше охотники с радостью да будут следующем году у нас популяция сильно уменьшилась то же самое с ренджерами если денег нет чтобы им платить зарплату чтобы у них было были машины все на ходу чтобы у них все было тренировка их было тоже у нас браконьерство увеличится что начинается снежный ком чем больше браконьеров тем меньше дичи остается честным охотником тем меньше денег потому что они ну все равно скажут все браконьеры по выбивали человек по эту лицензию покупать и вот вся система прорвала плотину и вот этот поток безхозяйственности сносит все что там же то есть стоит одному этому звену исчезнуть по какой-то причине вся система рухнет пока что работает идеально это самая успешная модель сохранения природных ресурсов и имеется ввиду не только тех же оленей например или медведей или еще кого-то но нет когда достаточно лицензии продано что хватило денег на этих и тех и осталось что то то эти деньги можно использовать на аренду какого-нибудь огромного участка угодий который раньше там какая-нибудь шахта там что-то еще было сейчас закрылась и просто постоит теперь можно арендовать этот кусок земли провести там какие-то биотехнические предприятия и запустить туда охотников и мы туда запустим охотников тем самым запустить дырье да сначала да а потом охотников и у нас еще больше денег в казну идет вот так вот вся система работает то есть деньги а самый ключевой момент когда мы вот в эти новые угодья восстановили там среду обитания кормовую базу там же не только олени появляются ну конечно появляются все от мыши и выше даже насекомые то есть в целом вся фауна и флора от этого получает только один плюс то что раньше порушили да благодаря вот этой шахтой совершенно говоря благодаря в итоге благодаря кому благодаря тому что охотники покупают лицензию платят свои денежки вот все то есть получается что охотники многие говорят а охотники убивают животных да я там изъял да был один одну особь а вся система и все остальные животные от этого получили огромный плюс тем более санитарный отстрел иногда да в нашем вот в нашем конкретном случае охотник может сделать на нашем конкретном случае где я живу белохвостого оленя слишком много если вы смотрите ролики то да да это просто табунами ходит спиток успевают тормой перезаряжать у нас глядя на эти ролики челюсти так отваливается но для этого такая работа для этого вся вся эта система должна вот так вот работать что ни одно звено не должно подводить ну принципе я понял все спасибо любимый лук с которыми чаще ходишь ну я хочешь с блочным луком bear archery мне он очень нравится по ряду причин он меня устраивает по характеристикам по всем своим не растяжка достаточно для меня два метра ростом и у меня размах крыльев большой в плане мощности в плане комфорта все меня устраивает тогда но любимый ли он у меня есть еще рекурсивный лук мой первый лук тоже беровский bear archery рекурсивный я с ним пытался один сезон охотиться безуспешно я понял что я не дорос и возможно никогда не дорасту возможно невозможно скорее себя попытаюсь еще раз но вот у меня любимый я беру в руки он понятно он старый лук но он до сих пор делает свое дело мне он реально хорошо я понял а любимые стрелы или наиболее качественные стрелы я очень вот все мое оборудование которое я использую от и до я очень долго к этому шел к тому что вот все что у меня есть наконечники какие конкретные наконечники вот если посмотреть сейчас у меня появился мне приятно подарил наконечник который сейчас недавно на рынке появились типа на пробу я еще пока же с ними не охотился не добывал но я уже думаю что все таки да я их использую я с ними добуду и потом я их отложу в дальние ящики вернусь к тем которые я к чему я пришел то есть еще раз я использую все что использую если чем-то не устраивает я начинаю искать новое и не успокоюсь пока не найду что-то лучше и когда я найду что-то лучше что меня действительно устраивает то потом я держусь за это обеими руками но это правильно как я вот отвечаю на вопрос да долго но возвращаясь к стрелам сейчас я я почему-то стрелу держу собственно почему потому что здесь лежала на самом деле вот тором и которые мейнхантер мне прислал и чтобы все понимали два момента нет мейнхантер мне не платит и нет за за тором и я не платил было поступило предложение попробовать эти стрелы просто протестировать потому что в россии охота с луком это было год назад по моему чуть-чуть того тогда даже закон этого не было на горизонте то есть надежды были поэтому поэтому мейнхантер посмотрел на эту ситуацию насколько я понимаю сказал блин вот он может попробовать их в деле тем самым я так понимаю что это был своего рода тест-драйв такой для стрел чтобы убедиться действительно они работают на охоте как они должны я-то для меня был как своего рода как говорят открытие не хочу сказать чтобы ну как бы загадка своего рода темная лошадка да то есть я не знаю в первую очередь до этого я использовал black eagle стрелы это премиальные стрелы классные обалденные все в америки вот ну всех знают не все могут позволить очень классно не придерешься я такой думаю попробуем почему бы нет я против первым где нет да прежде чем я дал ответ тебе давайте присылать я изучил характеристики меня устроил все меня устроил примизна меня устроил грейн надюем то есть вес жесткость давайте попробуем стрелы пришли я обрезал их как под себя я вклеил инсерты потяжелее потому что я люблю стрелы потяжелее я их нет первого оленя добыл я потому что мне надо было протестировать я оставил оперение как есть к второму я уже срезал оперение наклеил свои наклейки свое оперение чтобы просто полностью под меня но даже вот вот базовый такой настройка что я считаю базу это укоротил вес вес спереди побольше и вперед меня все устроило я вот использую своего рода тоже собрал примитивную версию вот такого аппарата примитивнейшую она она мне дает по сути тоже я прокручиваю и смотрю я проверяю все ли характеристики соответствуют заявленным то есть для меня такой контроль качестве прежде чем я этой стрелой начну пытаться проткнуть животное мне необходимо убедиться что действительно она не подведет ну собственно ответить на ваш вопрос в плане стрел тором и я перерыв и сейчас вот я активно пытаюсь своего приятеля охотника которого тоже меня может на канале на видеть олег тоже как предлагаем у тором и и он я когда уезжал в россию я знаю что он мне написал говорит смотри чем не пришло и он мне присылает у него набор инсертов на конец даже до этого были тонкие стрелы а у него стандартного диаметра какой-то торома является данным диаметром то есть я вот сейчас мы беседуем а он где-то там в америке возможно уже собрал и уже охотиться с торомами я приеду первым делом но я думаю что он мне пришлет смс как только он добудет то есть я его убедил вот сколько я с ними уже охочусь конец прошлого сезона и вот уже одного олень дабы в этом сезоне меня устраивает более чем до хорошей стрелы примизна вот для меня самое основное что когда вот я на инспекторе стоит называю инспектор стрел крутил когда если я прокатываю наконечник я знаю что у меня сто процентов прямые соответственно если биение есть я буду грешить а манты g5 ты также прокатываешь до конечник стоял да 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 то есть ну и нет с мантеком вообще никогда проблем у меня не было но я от мантеков перешел в пользу вот тех которые я сейчас использую чисто потому что они чуть более которые сейчас использую они чуть у них у мантеков есть один небольшой минус который на самом деле но он не то что прям минус он просто ну данность вот эти вот грани они довольно тонкие то есть он как правильно правильно сказать вентилируемый да наконец то есть это плюс правильно что он вентилируемый что он у него там боковой ветер или там погрешность небольшая выпуск не так негативно влияет вращение еще в определенных рамках веса остаться то совершенно верно сделать целиком литое будет тяжелее у него размах лезвия придется уменьшать габариты нужно рано максимально то что я назвал недостатком когда делают такие треугольные вырезы мы остаемся с довольно тонким лезвием которые при попадании в плотный какой-то некий объект они могут погнуться у меня такое было всего лишь один раз и то я стрелял в фанеру понятно что мы на фанеру не охотимся ну понятно несъедобно да но это вот единственное чем могу придраться ну понятно является минусом может я поспешил назвать это стрелять нельзя понятно но возвращаясь к тормам тем же да я прокатываю каждую стрелу кажется наконечником чтобы не было биение и второму у них 003 если я не ошибаюсь прямизна никаких претензий не было то есть если бы было я бы с ними не охотился нет как и с некоторыми другими вещами еще вопросик вот луки 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 а вот если будет у тебя возможность с арбалетом поохотиться попробуешь вот вдруг предоставиться такая возможность я в сезон как минимум одного олени добываю с арбалетом потому что иногда такое происходит что безусловно охота с луком тяжелый ну не самый тяжелый вид охоты наверное там как-нибудь с копьем или чем-то тяжелее но у каждого оружия своя специфика да у лука я убежден что охота с луком сложнее чем охота с арбалетом по крайней мере в моя охота когда я нахожусь в 10 иногда в пяти метрах от оленя и мне минимизировать мои движения и и олень может услышать или увидеть краем глаза чего поэтому тут когда арбалет и арбалет это как минимум на одно движение меньше то есть его все-таки надо поднять и вложиться но не надо растягивать я тебе расскажу как и этого избежать это на камеру можно говорить или секрет потом расскажу покажу даже ну да поэтому иногда на меня находит поэтому я сказал что я иногда не иногда в сезон к минимуму одного добываясь арбалета у меня сейчас барнет старенький здоровенький тяжеленный так что но он рабочий до сих пор на удивление вот в том году добыл в этом пока что еще арбалет не надо бывает такое что прям не то что я сдаюсь но прям перегораю я прям несколько дней хожу вплоть до того что жена уже начинает до мной шутить что вегетарианец плохой охотник не пора ли тебе стать вегетарианцем и в такой момент я говорю я сейчас вам всем докажу я беру арбалет и как правило все происходит то есть понятно да может быть я в этот момент показываю немножко слабину но когда хочется реально мясо а я мясо не покупаю магазине вообще уже два года как минимум все чего все че я ем это контроль за качество мяса как у вас вот хороший вопрос мы опять вернемся к системе биологи помимо того что они ведут учет они также контролируют распространение болезней то есть прежде чем пустить мясо в пищу ты зовешь специалист нет либо отвозишь мясо я мог бы если бы если бы была потенциальная проблема то есть весь вся страна поделена на штаты как как мы знаем все штаты поделены на круга внутри штатов то есть это небольшие такие регионы по ним по всем можно запросить изначально автоматически приходит обновление в плане заболеваний то есть у нас например сейчас у оленей никаких заболеваний не находят они тестируют их постоянно сами а также есть а это те самые ученые которым мы платим по сути зарплату если вдруг какая-то болячка на горизонте появляется мне на телефон сразу приходит обновление да то есть соседнем штате даже если начинает тренд идет на увеличение или начинает перемещаться в нашу сторону то мне моментально придет и соответственно же дальше придет информация о заболевании какие должны кавказскую пленец помнишь да в районе ящер поголовные прививки вот 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 все все закрывает все верно тоже да 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 вот и эта система тоже очень хорошо работает сейчас у нас и справедливости ради есть может даже слышали по телевизору уже показывали олени зомби заболевание такое в америке сейчас слышал но как-то не придал значения не разнюхивал еще вот у нас в соседнем штате уже есть то есть я уже ходил на встречу биологов ученых с народом очень интересно очень информативно немножко пугает на людей это на это на людей заболевание не перекидывается но все равно не из-за перенаселения или оленей самих ученые пока не могут понять это пока неизвестно потому что потому что у это проблем с заболеванием в том что она у него инкубационный период очень долгий до оленя в дикой природе они два года три года четыре года это редкость то есть как правило эти олени они даже они заболевают но они еще симптомы не показывают при жизни то есть фактически он уже переносчик да и распространяя его да будут раньше чем он его кого-то заразить да а также как правило их добывают не добывают их машины сбивают что они почему они как зомби у них просто мозг перестает работать они там но они просто могут выйти на дорогу и стоять так вот шатаясь машина сбивает и потом его там всякие падальщики съедают раз хищники растаскивает что заболевание передается не птицам и млекопитающим никому чисто от олени заболевание понятным ну да бог разберут и никто и то есть она поэтому так долго шло без никто не мог даже представить что она пока поняли вообще что это да пока действительно уже за по увидели живого оленя каким-то образом там его я не знаю точно как это был сделан но как-то приехали биологи его усыпили тесты сделали как-то чего-то ну вот то есть то это вот проблема есть и соответственно как только на по на горизонте после появилась мне сообщили все соответственно дальше в свою очередь я как добросовестный охотник если я буду сидеть на дереве я увижу такого оленя сейчас нам там сказали вы все равно стреляйте но потом добываю как тогда будете вы нам звоните мы вам приедем и даже мы потом вам возместим то есть вам все равно по закону я должен использовать свою лицензию но потом говорит если действительно мы так убедимся что с оленем что-то не так мы его заберем то есть если он здоровый ты его съешь грубо говоря если он больной совершенно верно то я помог тебе возместят и еще плюс поставить совершенно нормально то есть да так вот в остальном на данный момент на у нас никаких заболеваний нет среди животных есть у нас черный медведь барибал что есть как известно трехинелла это применимо ко всем хищникам в принципе соответственно тут тоже рекомендации даются всем охотникам напоминаем вот у нас с кабанами сейчас проблема тоже чесно вот но и хенеллюз пытаются выкашивать некоторые области лекализуют вот в соседней области появляется ну как-то вот не могут гурьбой накинуться и изничтожить но якобы идут идет цветы из-за границы насколько правда нет не знаю с кабаном аккуратно сейчас у нас немногие ходят но я насколько я понимаю все равно есть возможность если когда добываешь можно протестировать правильно вот у меня отношение такое если я не смогу протестировать мясо я даже добывать не буду как я узнаю ну да буду я до удачивания чего потом думать заражена не заряжена заболею не заболею раздавать окружающим но это глупо но и от соленьями своими настолько уверен что никаких проблем нет на сегодняшний день что я разделываю и никуда ничего не сдаю и просто несу домой и поглощаю замечательно ну тем более что олень она все-таки травоядная трехинелла у него быть по определению да да не должно да вот люблю у нас зайцев бобров и оленей травоядные то есть это отсекает целый такой пласт целый букет возможности не нужно так вот такие дела на хватит на сегодня я думаю хватит на сегодня саш большое спасибо на многие вопросы ответил если даже чуть накопится не вопрос в интернете встретимся конечно я думаю что не последний раз ты приехал да обязательно в принципе я рад был познакомиться я тоже ну и будем дальше поддерживать общение спасибо большое